Карл Чапок Если бы в суде заседали дипломаты Председатель суда Господа, сегодня нам предстоит заняться разбирательством весьма серьезного дела. Я пытался отложить его слушание, но под давлением справедливо негодующей общественности вынужден был уступить. Листает страница. Как следует из обвинительного акта, средь бела дня на Людной улице было совершено убийство с целью ограбления. На глазах у свидетелей мирный пешеход подвергся нападению. Впрочем, с подробностями вы ознакомитесь сами по свидетельским показаниям. Председатель суда Вы вдова убитого? Вдова Да Председатель Суд выражает вам искреннее соболезнование. Госпожа свидетельница, вы присутствовали при означенном несчастном случае. Вы можете рассказать, как все произошло? Вдова Да Показывает пальцем Вот этот злодей убил его Господин с бородавкой на носу. Я протестую! Это публичное оскорбление! Председатель Госпожа свидетельница, в суде ни на кого не указывают пальцем. Итак, вы утверждаете, что убийство совершил некто в протоколе, не поименованный. Господин с бородавкой на носу берется за шляпу. Господа, я покину зал суда, если при мне еще хоть раз произнесут слово «убийство». Речь может идти лишь о вынужденной самообороне. Председатель суда Согласен со столь удачной формулировкой. Итак, госпожа свидетельница, ваш муж спокойно шел по улице. Господин с бородавкой на носу «Пардон! Снова искажение истины! Он не шел спокойно, он нахально нес деньги в сберегательную кассу и держался вызывающе». Председатель суда «В чем это выражалось?» Господин с бородавкой на носу «Да во всем! Он давал понять, что никого не боится, и исключено, что у него было оружие». Вдова «Неправда! Никакого оружия у него не было!» Председатель суда «Ваш муж поступил в высшей степени неосторожно, милостивая сударыня. Если бы у него было оружие, нам не пришлось бы сегодня так мучительно искать правильное решение. Он мог бы предупредить сей печальный инцидент». Сокрушенно вздыхает «Пригласите следующего свидетеля». «Итак, господин свидетель, вы шли по улице в то время...» «Да, я шел по улице в то время, когда господин с бородавкой на носу напал на пострадавшего». Господин с бородавкой на носу «Кто же этот господин? Не хотите ли вы назвать его имени?» «Свидетель». «Нет, воздержусь...» Господин с бородавкой на носу «Вот то-то! Я бы тоже этого никому не посоветовал...» Председатель суда «В самом деле, господа, лучше избегать слишком конкретных указаний на личность обвиняемого. Это поможет нам вынести справедливый приговор. Вызывается следующий свидетель». Председатель суда «Господа, мы выслушали показания всех свидетелей и считаем установленным тот факт, что некая особа, точнее, не поименованная, с целью завладеть портмоне применила на улице огнестрельное оружие, что повлекло за собой смерть другой особы. Ввиду того, что за последнее время подобного рода прискорбные случаи все учащаются, высокий суд склоняется к строгому приговору. «Во имя прав человека, не желая затрагивать чью-либо честь, мы вместе с тем торжественно провозглашаем, что при повторении такого инцидента мы будем вынуждены, как это ни прискорбно, собраться здесь еще раз и снова, никого не называя по имени, осудить подобные деяния, как нежелательные и незаконные. «У меня все». Господин с бородавкой на носу. «Ваше решение неприемлемо и прямо-таки оскорбительно. Я принципиально возражаю против любых попыток под видом защиты прав человека решать, что желательно и что нежелательно. Запомните на будущее. Я больше по вашему вызову не явлюсь. У меня, господа, на это нет времени». «Председатель суда». «Очень жаль, милостивый сударь, нам не хотелось бы лишиться вашего драгоценного участия в защите прав человека и законного порядка. Суд заверяет вас в своем совершеннейшем почтении». «Присяжный заседатель». «На мой взгляд, коллега, таких сложных случаев, как убийство с целью грабежа, мы здесь вовсе не должны касаться». О всемирном потопе Не знаю, помните ли вы последний всемирный потоп? По-видимому, нет. О таких вещах, как заслуженное возмездие, люди с удовольствием забывают. Но это не важно. Я вам напомню. Произошло это, вероятно, так. Господь Бог разгневался на людей за распутство, рознь и прочие грехи, и понял, что терпеть все это нету больше никакой его мочи. И послал он тогда дождь, который лил сорок дней и ночей. Государственный институт метеослужбы утверждал, правда, что это холодный циклон, пришедший со стороны Атлантического океана и вызванный низким атмосферным давлением над значительной территорией. Но когда уровень Бултавской воды поднялся к самому музею, народ начал поговаривать, что это неспроста, что близится конец света. Так оно и было. Одни искали спасения в костелах, другие совершали набеги на банки и срочно забирали свои вклады. Хотя на что они сдались при конце света, одному Господу Богу известно. Третьи кутили напропалую и вообще жили непосредством, как, впрочем, и до этого. Многие из них и утонули именно в барах. Умные люди, конечно, заявляли, что с потопом надо что-то делать, возводить плотины хотя бы, и толпами стремились на добровольные работы, но планы этих плотин так и лежат в Министерстве общественных работ, и вопрос о них не разрешен и поныне. Народ бросился сам воздвигать плотины, где попало, но до плотин ли тут, если уже затопило Барандов, Панкрас, Богдалец и Стршешовице, и вода все поднималась? В других городах и государствах и на других континентах было ничуть не лучше. Короче говоря, это было еще одно светопредставление, как и написано в Библии. Только, разумеется, некому было построить ковчег. Подскали затопило раньше всех, а жители Виноград или Дэвидс не в состоянии плот сколотить, не то что ковчег построить. Такой уж это сухопутный народ, и ничего тут не поделаешь. Конец света — это конец света. И жил в те поры один немолодой уже господин. Звали его то ли Киршнер, то ли Бездичек, то ли еще как-то. Выйдя на пенсию, он занялся археологией и все искал какие-нибудь доисторические памятники. Раз ковырялся он где-то в игловой бетине и выкопал какие-то глиняные черепки, не то чем-то попорченные, поцарапанные, не то покрытые письменами. Было их всего штук двадцать. И тогда пан Киршнер или Бездичек вбил себе в голову будто значки эти, что иное, как доисторические руны, и решил про себя, что прочитает их. Разбирая написанное, он получил слово «само» и еще несколько странных слов. От радости он вроде как тронулся умом и написал книгу «Об обломках само», который доказывал, что эти его черепки – обломки от урны с прахом великого вождя само, победителя авар, и что на этих черепках, рунами, на давно мертвом языке доисторических кельтских боев, описана жизнь само. Разумеется, ученые-археологи домысел его высмеяли, а самые руны определили как неудачный штриховой орнамент. С тех пор пан Бездичек или Киршнер воспылал смертельной ненавистью к ученым-археологам и выпускал одну за другой брошюры, в которых доказывал, что археологи невежды и что его черепки – самые настоящие остатки «самовой урны». Он набросился на изучение кельтских языков и утверждал, что слова, прочитанные им на черепках, имеют кельтские корни, но вы сами знаете, попробуй докажи ученым что-нибудь, что они не сами открыли. Наука просто не приняла доказательств пана Киршнера или Бездичека во внимание, и пан Бездичек, чувствуя себя лично оскорбленным, продолжал вести ожесточенную борьбу с археологами. Ничего, кроме этих рун и очищения рядов наших археологов, для него не существовало. И в это самое время случился всемирный потоп. Пан Бездичек или Киршнер жил на виноградах рядом с водокачкой. Ему было наплевать, что на дворе их лечит, как из ведра, потому что он сидел за своим письменным столом и писал разоблачительную статью против некоего профессора Андрейчика, или, как там звали этого, специалиста по кельтским захоронениям. Писал и ничего вокруг не замечал, а когда прислуга сказала, что, видать, от этого ливня будет конец света, пан Бездичек только пробурчал в ответ, чтоб она оставила его в покое, мол, не досуг ему заниматься всякой ерундой, и до какого-то там конца света дела нет. «Я покажу этому Андрейчику», — сказал он, — «я разделаю его, как селедку». Эти его захоронения из Оуголиц никакие не кельтские захоронения, а самые обыкновенные германские курганы, а этот идиот еще собирается меня поучать. И он выставил прислугу, мол, нет у него времени выслушивать ее болтовню, и строчил дальше. Тут к нему прибежал сосед, дескать, все жильцы их дома постановили строить плотину внизу у Кравина, чтобы остановить разбушевавшуюся стихию, и пан Киршнер тоже должен принять в этом участие. — Какие вам еще плотины, господи, — сказал пан Бездичек, — какое мне дело до ваших плотин? Я тут громлю этого тупицу, этого лжеученого Андрейчика, так что ему уже ни в жизнь не очухаться. В интересах археологии я должен его изничтожить, сударь. — Подобный невежда не смеет шельмовать вымершие народы, — кричал пан Киршнер или Бездичек. — Меня ваш потоп не интересует, пожалуйста, не надоедайте мне с этим, уважаемый. Он сел и писал дальше, а вода уже была по пояс памятнику сватоплука Чеха. Последней пришла к нему его двоюродная сестра, жившая в Флоре. Она состояла в какой-то секте, члены которой сходились у одного каменщика на Альшанах, и там вместе совершали моления, чудеса и пророчества. Эта кузина сообщила пану Бездичеку, что наступает конец света и воскресение праведников, как сказано в апокалипсисе, и чтоб он, Бездичек, шел к ним и с пением торжественных гибнов ждал триумфа праведников. — Ничего себе, праведники! — возмутился пан Бездичек. — Молиться, молитесь, а бороться против лженауки, проповедуемой этим Андрейчиком, так вас нет. Оставьте меня, ради Бога, в покое с этим вашим концом света. Пускай хоть десяток наступит, дайте вот только расправлюсь с этим Андрейчиком и его кельтскими захоронениями. И он заперся, чтоб никто не отвлекал его от дела. Между тем вода подымалась все выше и выше, пока не затопила весь мир. Человечество погибло. Наверное, оно этого заслужило. Когда вода спала и достигала уже лишь Виноградской площади, на улице, покрытой слоем грязи, появился этот самый пан Киршнер или Бездичек. Высохший в щепку, он нес подмышкой рукопись своей статьи, направленной против профессора Андрейчика, и ужасно сердился, что не находит нигде издателя, который выпустил бы ему эту брошюру. С годами человечество снова стало размножаться, и новые люди удивлялись, как это пан Киршнер или Бездичек пережил всемирный потоп, а когда его об этом прямо спросили, он удивленно вытаращил глаза. Какой потоп? Я ничего не знаю. В то время я был занят разоблачением этого неуча Андрейчика. Представьте себе, этот невежда выступил против моих руновых надписей. Между нами говоря, в том, что пан Бездичек пережил потоп, нет ничего особенного. Давно известно, что людская злоба и фанатизм благополучно переживают все потопы и катаклизмы. Их не тронет даже конец света. Интервью Интервью, — заметил дирижер Пилат, пожав плечами. Удивляюсь вам, дорогой мой, неужели вы им верите? У меня немалый опыт в этом вопросе. И скажу откровенно, если уж мне никак не удается отвертеться от интервью, то потом я стараюсь его не читать. Зачем портить себе настроение? Собственно, иной раз можно животно дорвать со смеху, когда читаешь, что тебе понаписано, а вместо этого лезешь на стену. Такая перед тобой жалкая стряпня, такое беззастенчивое вранье. Небрежная работа всегда раздражает, не правда ли? Порой диву даешься, чего ради понадобилась журналисту столь легкомысленная путаница. Кажется, он прямо так и задался целью все переиначить. Но зачем ума не приложу? Будь я политик или некая значительная особа, ну тогда еще куда не шло. Раз дело касается политики, кое-кому, видимо, до зарезу нужно вложить в ваше уста то, чего вы отродясь не говорили. Или выдумать всю беседу сначала до конца, так уж заведено. Но я, я, можно сказать, человек маленький, музыкант. У меня разногласия разве что с домашними. И все же не бывало случая, чтобы в моем интервью хотя бы половина соответствовала тому, что я в действительности говорил. Делается это, к вашему сведению, так. Допустим, мне предстоит дирижировать симфоническим оркестром в Лондоне или Париже. Видите ли, когда дирижирует маэстро Пилат, сами концертные агентства подымают шумиху. Не успеешь вымыть в отеле руки, в номер звонит партье. Мол, меня спрашивает какой-то господин. И по важному делу. Ясно, говорю себе, пресса. Имейте в виду, газеты интересуются вами с первый день. На второй вы уже не новинка. И если хотите, чтобы о вас еще разок упомянули, вам по меньшей мере придется броситься под автомобиль. Ну что ж, заставляю этого господина минутку подождать. Так почему-то принято в подобных случаях. Ну и... Прошу, чем могу быть полезен. Молодой человек расшаркивается. Дорогой маэстро, такая-то газета. Хотела бы поместить о вас несколько слов. Интервью. Принципиально не даю никаких интервью. Нет-нет, защищается молодой человек. Всего несколько самых непринужденных слов. Смиренно отдаю себя ему во власть. Что ж, сударь, приступайте. Молодой человек вынимает блокнотик и постукивает карандашом по зубам. Сразу видно, что он обо мне ровно ничего не знает. Музыка его не интересует, и вообще он понятия не имеет, о чем со мной толковать. С минуты он смотрит на меня неуверенно, потом начинает. Не могли бы вы, маэстро, рассказать что-нибудь о себе? Этот вопрос всегда приводит меня в бешенство. Мне нечего о себе сказать, отвечаю я, но если угодно, поговорим о музыке. Молодой человек благодарно кивает и что-то старательно записывает. Когда вы начали заниматься музыкой, маэстро, спрашивает он далее. С детства, говорю. Учился игре на фортепиано. Молодой человек усердно пишет. «Ваша родина, Маршов, где это? В Чехии, в Крконышах. Где, простите? В Чехии, в Крконышах. Простите, как вы сказали? Крконыши, объясняю ему. Крконыши. Ризенгеберге. Монжон, Джайант Маунтэнс. Ага, говорит молодой человек и поспешно что-то строчит. Не можете ли вы рассказать о своем детстве? Например, кем был ваш отец? Учителем. Играл в костеле на органе. Это были мои первые музыкальные впечатления, говорю, чтобы поскорее добраться до музыки. Знаете, старый чешский педагог, музыкант по призванию, самородок. Это у нас семейная традиция. И так далее. Молодой человек пишет и удовлетворенно кивает головой. Как раз то, что нужно его газете. Браво, маэстр! Наконец-то я отделался от него и облегченно вздыхаю. Гора с плеч. Знаете, я люблю бродить по чужим городам, где никто не обращает на тебя внимания. Поверьте, во время концерта мне порой хочется зашвырнуть свою палочку. Такой испытываешь ужас, такое отвращение к тому, что на тебя смотрят люди. В ком нет настоящей актерской жилки, тот не должен появляться перед публикой. Но это особый разговор. Утром получаю газету. Броски заголовок. Беседа с маэстро Пилатом. Ладно. Маэстро Пилат принял нашего корреспондента в роскошном номере отеля «Х». Стоп. Да ведь я разговаривал с этим молодым человеком в холле. Тем выразительнее и контрастировали с великолепной изысканной обстановкой его могучая угловатая фигура, буйная грива и нечто необузданное во всем облике. Ростом я едва тяну на метр семьдесят. А что касается гривы? Ну, доставим это. Он принял нас с необычайной, я бы сказал, бьющей через край сердечностью. Хо-хо, думаю. Пилат вздерошил сидеющую шевелюру, и его смуглое лицо омрачилось. — Мое происхождение, — сказал маэстро, — окутано тайной. Рассказать о себе я почти ничего не могу. Знаю лишь, что родился в Венгрии, неподалеку от Варшавы, на луне диких гор великанов. Кругом шумели леса, и, словно органы в храме, гремели водопады. Это были первые мои музыкальные впечатления. — Скажу вам по секрету, мой отец — старый цыган, дитя природы, как его предки. Браконьерство, свобода и страстная игра на скрипке и цимбалах — все это вошло в их плоти кровь. Я и теперь еще люблю укрыться где-нибудь в таборе своих сородичей, и ночью у костра играю на скрипке старинные песни, памятные мне с детства. Короче, я бросился в редакцию газеты и разыскал шефа. В кабинете у него я, вероятно, стукнул кулаком по столу или выкинул еще что-нибудь. Во всяком случае, этот господин снял очки и с удивлением воскликнул. — Помилуйте, мы пишем для газеты. Нам же необходимо преподнести факты увлекательно. Не понимаю, чем вы недовольны? Сейчас-то я не стал бы так горячиться. Ко всему привыкаешь. Да, пожалуй, это неизбежно. У тебя своя собственная жизнь, но в глазах прочих она выглядит совсем по-иному. А уж кто приобрел известность, тот и вовсе не принадлежит самому себе. Теперь мне трудно вспомнить, давал я это интервью в Ливерпуле, в Роттердаме или еще где-нибудь, но убежден, что когда я встал там, в концертном зале за дирижерский пульт, публика и впрямь видела во мне великана, необузданного дикаря с развивающейся гривой, который со скрипкой в руках пляшет у цыганского костра. Успех я там имел грандиозный, фантастический. Не знаю, право. Возможно, этот молодой человек из газеты был не так уж далек от истины, или, по крайней мере, от того, что заменяет истину широкой публике и обществу. Продолжение следует...